Сегодня Республика Саха-Якутия Стали той самой наступательной и созидательной силой, которая вселила надежду и уверенность в людях в преодолении трудностей на пути к строительству новой, другой жизни. Они были первыми, смелыми и решительными. Их вера в себя и в людей, планы руководителей Республики поддерживала их желание выстоять и добиться успеха, несмотря на обстоятельства и препятствия. Они жили мечтой о лучшем будущем для потомков. По сути, для нас. В 2022 году Республика Саха-Якутия и все ее жители отмечают столетие ее рождения. Мы отмечаем столетие рождения нашей любимой Родины. И, конечно же, то, что глава Республики Саха-Якутия во время своего послания в конце декабря 2021 года обозначил этот год как год матери, для нас это, прежде всего, высокая планка и высокая задача. Сегодня, говоря и выступая здесь, и выступая как председателем ОРК в целом года матери на территории Республики, так и председателем Организационного комитета этого съезда женщин и Дальневосточного форума женщин, Конечно же, мы, по сути дела, несем своего рода отчет. Отчет перед теми женщинами, которые в течение 100 лет вносили и вносят свой вклад до сих пор в развитие нашей Республики. Я держу свою руку на альбоме семейном. Именно здесь я вижу фотографию своей бабушки, которая была участницей съезда, который прошел 8 марта 1926 года. Поэтому я несу отчет, прежде всего, перед ней за те действия, которые мы будем совершать в Республике, за те направления работы по поддержке женщин, которые для нашей Республики являются главными и основными. Сегодня, действительно, глава Республики Фаисин Сергеевич Николаев, определив основные направления этого года, он, конечно же, практически дошел до каждого из нас. Потому что мама есть у каждого. И мама – это главное. И ради мам мы живем. С мамами сверяем свои действия. Поэтому все меры, которые в этом году будут и дальше будут продолжаться, они направлены на улучшение положения женщин. Но такое улучшение женщинам нужно только для того, чтобы они стали еще сильнее, мощнее, для того, чтобы женщины дальше продолжали свою роль мягкой силы в истории Республики Саха-Якутия. Первый всеякутский съезд трудящихся женщин проходил с 8 по 16 марта 1925 года в Якутске. Среди делегатов были матери выдающихся руководителей Платона Аюнского, Евдокия Ивановна Слепцова, Александре Овчинниковой, Мария Андреевна Яковлева Овчинникова, Академика Марии Гаврильевой, Мария Федоровна Охлопкова. Тогда, в 1925 году, это было знаменательное событие. Впервые в истории Северного края женщины заявили о своих правах, о равноправии. Ведь речь шла действительно о раскрепощении. Имена выдающихся якутянок навеки запечатлены в народной памяти, предназначение которых – работать во благо республики и укрепление государственности. Это Софья Петровна Сидорова, Мария Дмитриевна Нартахова, Александра Яковлевна Овчинникова, Евдокия Николаевна Горохова и Люлия Николаевна Григорьева. Все они занимали высокий пост, стояли у руля президиума Верховного Совета ЯССР. Какая бы руководящая должность советско-партийной работы не принадлежала женщинам, всегда проявлялись высокий профессионализм и чуткость, компетентность и душевность, ответственность и внимание. Они умели разбираться в жизненных проблемах людей, защищали интересы народа, республики и страны в целом. А если говорить о том, о заслуге тех женщин, которые начинали развитие женского движения в Якутии, то я хотела бы остановиться именно на личности Евдокии Иннокентиевны Саввиной, которая тогда еще в те далекие годы, молодая, комсомолка, инициировала проведение данного съезда и выступила с основным докладом. Вот интересно, да, то, что тогда девизом этого съезда было «шире дорогу, женщина к свету, к свободе идет». Действительно, в те годы, в те сложные годы для тех женщин, которые действительно были и неграмотные, и занимались только домом, и вот я почему говорю об Якутии Иннокентиевне, потому что она в 1924 году добилась того, чтобы был отменен Колым. И отрадно отметить то, что председателем Президиума Верховного Совета Республики с 1938 по 1946 годы самые сложные годы, годы войны, была Софья Петровна Сидорова. И я сегодня хотела бы вспомнить слова Александры Яковлевны Отчинниковой о том, что самыми яркими женщинами в государственной и общественной деятельности были Софья Петровна Сидорова, председатель Президиума Верховного Совета, и Евдокия Иннокентиевна Саввина. И то, что в этом году главой Республики Сака Якутия объявлен годом матери, тоже возлагает очень большую ответственность на женские общественные организации. Я уверена, что в этом году и в резолюции 15-го съезда будут внесены конкретные предложения для того, чтобы мы смогли, женщины Якутии, также добиться того, чтобы были приняты и конкретные законы, и постановления, именно направленные на поддержку женщин, матерей, семей нашей республики. И я думаю, что это будет сделано. В годы Великой Отечественной войны женщины были основными труженицами в тылу, заменив ушедших на фронт мужей, отцов и братьев. Женского движения самыми сложными годами были годы войны. Но, как вы знаете, женщины республики встали вместо мужчин, и промышленности очень много женщин работали. Ну и в целом вообще по всей республике, по сбору гуманитарной помощи, фронту и так далее. Вот это всё, конечно, эта работа шла при активном участии наших женщин. Потому что они работали, отдавая всю себя и физически, и морально. За всю богатую историю женского движения Якутии съезд женщин возглавляли истинные женщины-лидеры. Татьяна Парфеневна Дмитриева, Александра Тихоновна Корнилова, Секлитея Алексеевна Курчатова, Светлана Ефимовна Николаева, Валентина Ивановна Кириллина и Анжелика Егоровна Андреева. Пришло новое молодое поколение. Разница в возрасте составляет не один десяток лет. В обществе растёт запрос на участие женщин во всех сферах жизни. Новая реальность современности – цифровизация деятельности общества. Якутянки в полной мере осваивают новые технологии, платформы, и дистанции не являются ограничением. Продолжается работа, начатая их предшественницами по реализации национальных проектов. В настоящее время Союз женских организаций Республики входит в состав Союза Женщины России, является лидером и премьером для других объединений из регионов. Насчитывает более трёх тысяч женщин в трёхста двадцати пяти общественных организациях во всех улусах Республики. Сегодня перед Союзом стоят важные задачи. Укрепление института семьи, признание значимости материнства, отцовства, защиты прав ребёнка, поддержка социальных инициатив в области демографии, здравоохранения, образования, культуры и экологии, возрождение нравственных и духовных ценностей, сохранение культурных традиций, защита прав и интересов женщин. Большое внимание уделяется воспитанию молодого поколения активисток женского движения. Женщины. Общественницы, как и в прошлые годы, стоят на передовой в трудные минуты во время пандемии коронавируса, при тушении листных пожаров. Вот уже пять лет мы вместе с моими подругами, соратницами, реализовали очень много полезных и нужных, думаю, обществу социальных проектов. Но в последнее время вы знаете, что общественные организации в основном финансируются за счёт грантов. И вот мы реализовали такие гранты, как «Сделаны руками мамы». И как раз в период пандемии цифровая трансформация женсоветов Якутии. И вот сейчас реализуем проект «Цифровая трансформация НКО Якутии». На сегодняшний день, я думаю, что, наверное, миссия всё-таки нашего поколения, вот Союза женских организаций Республики Саха-Якутия, которая проработала последние пять лет, это передать всю историю, что было, как наши старшие мои сёстры. Мне очень повезло со старшими подругами Светланы Ефимовны Николаевой. Я была ещё будучи студенткой, она меня пригласила. Вот «Женское движение» Валентина Ивановна Кириллина. Ещё тогда, когда я была совсем молодой, они говорили, «Анжелика, твоя главная задача – помнить об истории женского движения и передать будущим поколениям». За последние пять лет я хочу сказать, хочу огромную выразить благодарность председателям Советов Женщин в Улуссах Городах. Тоже, несмотря на сложности пандемии, мы проводили мероприятия, допустим, когда только началась пандемия, кто на себя большой удар взяли? Конечно же, наши медицинские сёстры, наши врачи, наши женщины, они бесплатно шили маски, покупали ткани, материалы, отправляли больным, отправляли врачам. Потом я очень благодарна совет, допустим, Женсовет города Невингри. Они тоже очень инициативные и реализуют такие программы, как обучение женщин, мамочек или молодыми мамочками. Они очень хорошую акцию проводили вместе с Объединением Матери России. Это, допустим, детишкам, недоножкам вязали пинеточки. Это же всё на общественных началах от всего сердца. Мы не делаем великих дел, но каждое маленькое дело мы делаем с великой любовью. Одним из приоритетов Союза женских организаций Республики Саха-Якутия стало обеспечение преемственности поколений в женском движении. На улузном и поселенческом уровнях активизировалось женское движение. Создаются и преобразовываются общественные объединения женщин по интересам и проблемам. Деятельность женских организаций основывается на сотрудничестве с органами власти. Много внимания уделяется повышению компетентности женского актива. Организована работа Женского общественного университета Академии женского лидерства. Впервые в Якутии учреждены гранты главы Республики Саха-Якутия для женских советов. В эти годы выросла целая плеяда женщин-руководителей, депутатов всех уровней, активных участниц женского движения. Они сплотили вокруг себя большинство активных, энергичных, образованных, деятельных женщин. Мы ценим наших женщин-лидеров. Должен отметить, что среди делегатов 15-го съезда женщин Якутии, прибывших со всей Республики, являются женщины-участницы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в лице председателя клуба фронтовых подруг Катюша Раиса Васильевна Федоров, которой в этом году исполнится 99 лет. Главной целью 15-го съезда – объединение всех женщин в Якутии для выработки общих целей и задач, ведущих к всеобщему благополучию населения, процветания Республики и всей страны. После съезда в каждом Улусе и городе будут проведены форумы женщин совместно с руководителями муниципальных образований. Пожелаем эффективной работы 15-му съезду женщин Якутии и успешной реализации намеченных планов на предстоящие годы. Одним из стратегических направлений последнего десятилетия женского движения стало развитие молодежного крыла Союза женских организаций Республики. Сегодня в составе молодежного актива девушек – 15 лидеров, продвигающих равенство и возможности участия женщин в общественной, социально-экономической, политической жизни Республики. На текущий день молодежное крыло женского движения наиболее активно действует в десяти муниципальных образованиях Республики – это Заречные и Центральные Улусы. В Якутии известна деятельность таких клубов женского движения, как «Молодые мамы», продвигающие институт молодой семьи и ценности материнства, девушек-активистов организации среднего и высшего профессионального образования. Наши девушки, члены общества молодых ученых и аспирантов, продвигают развитие науки и образования. Одним из ключевых мероприятий молодежного крыла женского движения является проведение Республиканского форума молодежной общественной организации «Девушки-лидеры Республики Саха-Якутия». Цель форума – это привлечение к общественной деятельности молодых девушек. Это площадка обучения, обмена опытом и идеями, направление развития как личности, как женщины, как матери, место деловых встреч и дружеского общения. В 2020 году форум прошел под девизом «С любовью о Якутии», где основным направлениями площадки стали современная семья, новые возможности, здоровье и красота, имидж современной девушки, женское предпринимательство. Женская активность в Республике социально толерантна. Якутянки, вне зависимости от этнической принадлежности, стремятся сохранить существующее межнациональное согласие. В этой мудрости женщин-якутянок – подлинное богатство и достояние республики. История женского движения продолжается. И действительность сегодняшнего дня ставит перед обществом новые задачи, которые носят комплексный неделимый характер, обеспечивают сбалансированность основных компонентов устойчивого развития – экономического, социального и экологического. Пусть на этом пути мягкую силу общества сопровождает согласие, традиционные семейные ценности, счастье и любовь.